Всем привет, меня зовут Илья. Вот и закончились новогодние каникулы, новогодние праздники, а это значит, что самое время взять в руки бас-гитару, взять волю в кулак и начать прокачивать свой скилл на этом замечательном инструменте. Как вы уже догадались и о чем свидетельствует название этому видеоролику, мы сегодня говорим о пентатонике. Я назвал видео пентатоника для новичков, но на самом деле, даже если вы игрок среднего уровня или высокого даже уровня, то высока вероятность, что и для вас здесь найдется много чего интересного и то, о чем вы до этого не знали. Пентатоника. Мы не будем вот это сейчас 5 позиций учить, вот это все как в обычных видео. Я сегодня покажу вам классные фишки, классные аппликатуры, универсальные, которые закроют большинство этих позиций. Довольно простые, легко запоминаются. Мы сегодня посмотрим, поработаем над этими аппликатурами, я покажу, что к чему, как это работает. И это облегчит вам, так сказать, понимание пентатоники. Вы можете быстро начать использовать уже сейчас эти приемы в своей игре. Вот. Так что давайте начнем. Итак, у меня в руках бас-гитара. Я беру ноту до. Вот она, нота до. Послушал ее внимательно. И мы сейчас попробуем сыграть до-мажорную пентатонику. Начнем пока с до, привыкнем, послушаем, как это все звучит. Здесь все просто. Пентатоника сыскала любовь по ряду причин. Во-первых, это простота. Здесь всего 5 нот. Она универсальна. Можно играть в разных стилях, на разные аккорды. Мы не думаем здесь особо какой тут аккорд. Мы играем мажорную пентатонику и знаем, что она подойдет для почти всех мажорных аккордов. Не важно, доминант септаккорд, там, мэйдж 9, мэйдж 7, мэйдж 6 или просто пауэр-аккорд какой-нибудь. Ну, тоже можно сыграть мажорную пентатонику. Она универсальна. Она легка в освоении. Здесь, как мы заметили, нету полутонов. Здесь идет первая, вторая, третья, сразу пятая, шестая и опять первая. Все, у нас здесь максимально все просто. Вот, послушали. Вот такое у него звучание. Я когда учился в музыкальной школе, мне говорили, что такое восточное звучание. Ну, не знаю, может быть. Тут у каждого свои ассоциации могут быть в голове. Я как-то говорил в своем видео в предыдущем, что можно такой подход использовать, когда вы играете какую-то фигуру, какую-то, не знаю, гамму или фразу. Можно в голове себе такие ассоциации прокладывать между звучанием вот этих фигур и какими-то из жизни там вещами, да, и вам будет проще запоминать. Мажорная пентатоника легко, универсально, легко запоминается. Хороша для импровизации. Давайте посмотрим. Это классическая аппликатура до мажора. Мы ее выучили. Но есть еще вторая аппликатура, которую не все знают. Она очень универсальная и очень классно работает. Я сейчас покажу, как она устроена. Но, прежде чем я покажу, как она устроена, давайте сыграем минорную. Тоже в до. Такое у нее уже более напряженное звучание. Более роковое, метальное. Более такое брутальное, что ли. Это минорная пентатоника, тоже в дом. Хорошо. Значит, мажорная. Более светлое звучание. Радостное. И минорное. Более напряженное, роковое. Давайте смотреть. Вернемся немножко, отмотаемся назад. То мажор. Классическая аппликатура. Первая позиция. Ну, условно. Не будем мы сейчас задаваться в позиции. Давайте просто без этих вот всяких там клише разберемся. Значит, есть еще вторая классная аппликатура. Итак, вторая аппликатура мажорного аккорда. Я считаю, что ее очень полезно выучить новичкам сразу при освоении пентатоники. Потому что она раскрывает, открывает нам очень классные горизонты, очень классные возможности. Она очень универсальная. Давайте смотреть. Первая аппликатура у нас. Мы уже поняли. Все ее знают. Начинаем мы со среднего пальца. Опять же, в этой аппликатуре важно начать со среднего пальца, потому что нам нужно открыть указательный пальц под третью ступень. Потому что по-другому мы не сыграем здесь, в этой аппликатуре. Но есть еще вторая аппликатура с указательного пальца. Смотрите. Значит, так же до. Вот она. Я играю широкую аппликатуру мажора. Это то же самое. Я играю те же абсолютно ноты, просто в другой аппликатуре. То же самое, что вот эта. Но, тем не менее, они звучат немножко по-разному. И смотрите, в чем здесь прикол. Я могу, опять же, до конца сыграть. Завершить аппликатуру, чтобы максимальное количество нот охватить. Чтобы более выгодно, более, как сказать, эффективно использовать вот эту аппликатуру. Обычно так и делается. Мы не думаем, выхожу я за рамки аппликатуры. Нет, я просто максимально закрываю все ноты, которые, на мой взгляд, звучат. Вот такая вот аппликатура широкая. В чем ее секрет? Почему она универсальная? Почему она крутая и золотая? Смотрите. Если я вот от ноты до на полтора тона спущусь вниз, у меня будет нота ля. Вот она. Это будет параллельный минор. И здесь у нас находится абсолютно такая же, с теми же нотами, параллельная минорная тональность. И мы здесь можем сыграть параллельный минор. Вот. Но смысл в том, что вот эта аппликатура первая. Вот в данном случае это до мажор. Но я могу добавить вот эту ноту, и у меня будет минор. Тем самым вот эта аппликатура у нас закрывает, может закрывать одновременно и минор, и мажор. Она универсальна, и зная ее, вы сможете обыгрывать и минорные тональность, и мажорные аккорды, и мажорные тональность. Получается два в одном. Или как это? Да. Два в одном. Это очень круто, эффективно, на мой взгляд. По сути, у нас здесь и минор, и мажор. Вот я пришел, сделал более минорный аккорд, если у меня минорный аккорд. Либо я разрешился в до. И у меня получился мажорный аппентатоник. И вернулся, например, если мне нужна в ля-минорный аппентатоник. Нота абсолютно те же самые, но аппликатура другая. Ля-минор. До-мажор. И на десерт, дорогие друзья, у меня есть сегодня для вас классное упражнение, классный пассаж, который я рекомендую выучить новичкам, поиграть, потренироваться. Вот сейчас взять в руки инструмент, если вы смотрите. И не только новичкам, потому что пассаж классный, и даже профессиональным бас-гитаристам тоже будет очень полезен. Итак, в чем смысл? Мы возьмем, соответственно, аккорд. Ну, вернемся в до. Возьмем аккорд до. До-мажорная пентатоника. Классическая аппликатура. С третьего пальца, со среднего. Мы здесь, соответственно, она нас немножко сжимает, сковывает. Поэтому, например, по сторис редко играл. Она немножко ограничена. Мы начинаем с третьего пальца. Он чаще играл широкие. Вот то же самое, да, то, что я вначале показал. Смотрите, мы играем до-мажор, широкую аппликатуру. А до-до-до. Пока. Вот таким вот образом. Мы сыграли в одну октаву. Дальше я могу продолжить. Я могу закончить вот эту нашу аппликатуру, сыграв еще до ноты ми дальше. Смотрите. Вот таким вот образом. Тем самым я, по сути, охватил максимальное количество нот в данной позиции. Максимальное количество нот вот в этой позиции. И смотрите, что мы делаем дальше. Мы дошли до ноты ми. Это у нас третья ступень. Я не буду двигаться по первой струне, потому что я вот здесь теряю ноты. Я как бы, мне, я хочу и тут тоже поиграть. Вот этот диапазон использую. Получается, что я себя ограничиваю. Поэтому смотрите, что происходит. Когда мы дошли до ноты ми, мы можем очень довольно логично здесь, и прям пальцы сами встают на места, найти, поставив средний палец вот сюда вот. Соответственно, это будет та же тоника, та же нота до наша, с которой мы начали. И вот она легко здесь находится. То мажорный аккорд, вот он. То есть, как бы, очень быстро, машинально можно это запомнить. Смотрите. Вот я пришел опять в до, по сути. И здесь я могу опять еще одну позицию опять начать сначала и использовать еще вот тут ноты. Но здесь лично мне показалось, что очень круто будет использовать и классическую аппликатуру. Смотрите, как только я дошел, я могу здесь построить тоже до мажорную пентатонику, но классическую. Потому что как будто, ну вот, то есть пальцы логично свои места будут занимать и, соответственно, покрывать еще одну пентатонику. Но только в этой части грифа. То есть, по сути, смотрите. Дошел, и здесь я могу смотреть, что сыграть. И играю дальше. И беру в конце, соответственно, ноту ля. Я прихожу в наш параллельный минор ноту ля. Что у нас получается? И здесь, опять же, когда я пришел в ноту ля, в данном случае это у нас нота параллельно минора. Ля минор здесь будет. Я здесь могу также найти и минорную пентатонику в этой позиции. Опять пришел в то. Давайте еще раз послушаем, как это играть. И опять пришел, например, в то. Здесь я могу импровизировать какие-то эксперименты. Но факт, что этот пассаж, мы в нем, ну, все варианты, все основные аппликатуры пентатоник нашли. Здесь еще и минор можно поиграться. Давайте, прошу прощения, еще раз. Еще разок. Еще разок. Пришли опять в до. Дошли до ноты, в данном случае нота ля. И здесь меняем позицию. С ноты до мы указательный палец ставим. И опять возвращаемся в нашу широкую аппликатуру. И играем открытую ля. Вот таким вот образом. Здесь могу... Еще сыграть ля-минорную пентатонику. Давайте еще разок. Можно тут что-то навертеть, накрутить, чтобы интересно было, не скучно. В общем, рекомендую поиграть. На Boost оставлю нотное приложение к этому видео. Кому интересно, заходите. Там будут все вот эти варианты в табах. Значит, что-то еще хотел сказать, забыл. Что-то хотел сказать, но забыл. Вот, собственно... А, вспомнил. Значит, давайте попробуем быстро, например, в ре мажор. Переместим в другую тональность. Довольно... Вот этот вот пассаж, вот эта вот большая, так сказать, аппликатура, можно так сказать, пример. Он хорошо сдвигается, он очень логичный, хорошо в пальце ложится и быстро запоминается. Например, я могу то же самое в ре мажоре. Давайте попробуем. Вот, я прям ставлю палец, не думая, и попадаю опять в ре мажор. И тут... Но здесь уже будет не открытая, потому что у нас нет все открытой. Поэтому я просто октаву беру. Получается... Вот, собственно, и все, о чем я сегодня хотел рассказать в этом уроке. Предложил вам вот такой вот вариант работы с пентатоникой. На мой взгляд, полезный очень для новичков. Сразу понять, сразу выучить вот эти вот аппликатуры. Вот этот пассаж поиграть, потренироваться, чтобы сразу знать, что и где и как. И это использовать. Потому что все равно потом учить, все равно потом это все надо будет знать. И чем раньше, тем лучше. Но даже если вы и не новичок, то тоже не все знают вот эти вот нюансы, вот эти аппликатуры, которые очень универсальны и эффективны. Экономят вам время. Я рекомендую также на основе вот этих вот аппликатур попробовать посочинять вам, как домашнее задание, какие-то свои варианты обыгрывания, какие-то свои фразы посочинять, какие-то, может быть, импровизировать на основе вот этих аппликатур. А пентатоника, она тема хороша, что, понимаете, она простая. Она простая, она легко запоминается, хорошо ложится в пальцы, она звучит экспрессивно, ярко, запоминающаяся. И при этом не требует каких-то знаний прям глубоких, понимаете. То есть здесь даже новичок может попробовать и сочнить неплохие для себя какие-то фразы. И это все освоить. В общем, вперед, как говорится. Также рекомендую в разных тональностях играть. Вот мы сегодня в до поиграли, в ре я показал, да. И то же самое аппликатуру можно в ми, например, да. Ну, например, смотрите. Вот он, этот пассаж, который я показал. Он отлично ложится, он быстро запоминается. Я охватил очень много нот. Огромное количество комбинаций можно различных придумать здесь музыки. Очень много, на самом деле, вот. Но при этом я не думаю о каких-то 20 позициях, 5 позициях, минор, мажор. У меня тут все есть, понимаете. Минор, мажор, все звучит, все обыгрывается. А на этом сегодня все, дорогие друзья. Увидимся в следующих видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok